Разные площадки, интересные спикеры и новые идеи. Третий городской форум молодежи открыт. Два дня развивающих и обучающих спич-сессий, мастер-классов и диалогов с успешными людьми. В этом году работают три направления и это новшество для форума. Найти себя на секциях смогут и школьники, и студенты, и работающая молодежь. Последние представляют проекты социальной, индустриальной, градостроительной и медиасферы. Действительно у работающей молодежи есть много проблем, о которых они нигде не могут поделиться. Только на площадке форума они смогут рассказать о своих проблемах, планах, каких-то мечтах. И вот мы решили собрать такую площадку. Поговорим мы о разных сферах, в том числе о науке в Иркутске, о творчестве в Иркутске, о том, как развивать свои дела, как продвигать свой личный бренд. То есть те актуальные темы, которые интересуют молодежь в принципе любых возрастов, но с учетом именно работающих людей. В программе мероприятия встреча с режиссером Юрием Яшниковым, народным артистом России Игорем Бутманом, блогером Андреем Филипповым и многими другими. Форум уже три года подряд доказывает свою значимость. Участники защищают проекты и лучшие получают грантовую поддержку. Общий фонд – 500 тысяч рублей. Ежегодно реализуют не менее восьми интересных и полезных проектов. Так уже благоустроили студенческий сквер на улице Егошина, провели фестиваль Архбухта, обустроили дворы в микрорайоне Новоленина, продвигают в социальных сетях опыт патриотического воспитания. Форум проходит при личной поддержке мэра Иркутска Дмитрия Берникова. Он поздравил всех участников с открытием и поблагодарил за постоянную вовлеченность в развитие столицы региона. Очень серьезная, важная и нужная площадка, на которой ребята встречаются, обсуждают и отрабатывают свои проекты, сами являясь инициаторами этих проектов, как собственная организация этого форума. Ежегодно разыгрываются гранты на лучшие проекты, которые затем реализуются. Много молодежных движений, которые сегодня в Иркутске уже работают в полную силу, получили все начало еще на первом форуме молодежи. Это и волонтерское движение, это и создание дома молодежи, это и студенческие активности различные. В этом году на площадках соберутся порядка 500 школьников, студентов, вузов и СУЗов. Именно им предстоит разработать стратегию развития молодежной городской политики. После торжественной части Дмитрий Берников пообщался с участниками форума. За круглым столом обсудили волнующие темы, которые связаны с развитием транспорта и общежитий для студентов, созданием и продвижением интернет-порталов и приложений. Мадина Халикова, Сергей Иванов. Новости СЕЙЧАС.